пробую пробу пробуем затопить тандыр подожгли дрова первую закладку сейчас мы немножко подложим сюда значит дровишек для чего уже на улице холодно минус 7 минус 8 то есть чтобы он у нас не замерзал его нагреем а потом закроем базальтовой ватой чтобы было тепло и завтра у нас будет в хорошем состоянии значит вот можно через верх подкладывать случае если это настоящий тандыр но он у нас будет закрыт казанной плитой поэтому делаем все в правильном режиме то есть подкладываем через дверку воздух у нас холодный заходит сюда поступает вот посмотрите посмотрите пламя внизу под чашей ниже дверки горит горит то есть воздух поступая через дверку опускается вниз холодный и горение подого это осуществляется то есть нормально вот если прикроем дверку то внизу гореть не будет будет гореть только сверху это слабее вот смотрите коптить на человеке дым стал бурый открываем дверку горение улучшается дым светлеет то есть подувала работает значит сейчас мы видим грязную грубую черновую работу да то есть вот он такой весь шершав когда то есть в клеевых ну какие-то вымазки да то есть швов значит после просушки после первичного прокаливания когда раствор на которой собрана мастика мастика на которую собран тандыр кристаллизуется после этого колба внутри будет от шлифована это у нас обвязочная обмазка по сетке два слоя значит которая фиксирует колбу потому что она собрана из кирпича то есть в прислонку до чтобы кирпич не разъезжался значит после этого кольца обтягиваются проволокой проволокой два ряда стягивается как бочка после этого армируется сетка цпвс к просечного тяжная и на нее накладывается раствор футеровочная паста то есть как бы которая с фиброволокном или созвездным волокном то есть на цементной составляющей с песком значит следующий слой который здесь будет нанесен это будет клеевой шов то есть который на базе термостойкого цемента поле мы используем клей геркулес термо или плитонит огнеупор усиленный который тоже 1200 градусов значит следующее после этого слоя вот после просыхания когда мы нанесем клеевой шов углы 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 между лицевой кладкой и шамотной кладкой будут заложены базальтовой ватой базальтовой ваты значит это теплит теплит с плотностью 75 килограмм то есть блок проф называется назаровская теплоизоляция негорючая значит это базальтовое волокно склеенная формальдегидной смолой выдерживает температуру до 600 градусов негорючий значит после того как он будет обтянут базальтовой ваты оставшиеся углы свободные будут засыпаны песком то есть как бы чтобы максимально увеличить теплоемкость всего всего прибора вот смотрите дверка открыта горение идет чистая дым не бурый совсем не бурый перед этим вам показывал когда была дверка закрыта дым вставал становился черным вот видите тяга уменьшилась вот прямо видно дверку закрыл тяга уменьшилась и пламя видите заглохло вот все начал дымить то есть поддувало вот дверка вот это реально работает то есть и горение горение опять же я еще раз покажу вам смотрите вот на дне чаши на дне чаши он там внизу смотрите горение процесс идет под дровами видите внизу то есть то что чаша глубже дверки дно чаши глубже дверки это не страшно это нормально зато когда эти дрова обугляться углифицируется слой углей будет лежать на дне чаши и поддерживать температуру в колбе тандыра для использования его по назначению спасибо за внимание компания печной мир кутузов александр